16 сентября в московском мультимедиа-арт-музее состоялось открытие фото-выставки «Закрыв глаза, я слушаю Стамбул» из собрания Павла и Анастасии Хорошилова. Благодаря сохранившимся дегеротипам мы имеем возможность узнать, как выглядела столица блистательной порты в середине XIX века. С момента своего основания город на стыке Европы и Азии всегда манил к себе путешественников. Был стратегическим мостом для политиков, дипломатов, общественных и культурных деятелей разных стран. Последние полгода оказались непростыми для российско-турецких отношений. И не случайно, что именно Стамбул вновь выступил связующим звеном между двумя государствами. Торжественную церемонию открыл спикер Госдумы 6-го созыва Сергей Нарышкин. Все мы хорошо знаем, что Россию и Турцию связывают многовековые традиции, которые постоянно развиваются благодаря туризму, экономике, культурным обменам. Да, конечно, не все страницы нашей общей истории были безоблачными и в далеком прошлом, и совсем недавно. Но у народов наших двух стран нет другого выбора, как только вместе преодолевать барьеры, сохраняя и развивая все позитивное. Ну и в этом смысле обращение к культурному наследию этому может во многом помочь. Снимки – часть собрания коллекционера Павла Хорошилова. Пожелаю вам всем побывать хоть раз в Стамбуле и убедиться, что многое из того, что сегодня вы увидите на выставке, на самом деле существует и продолжает радовать нас с вами, и продолжает говорить о том, что культурное наследие европейского континента, оно вечно. Посол Турции заявил, что Стамбул – это особый город для каждого жителя республики. Чтобы понять, постигнуть всю красоту Стамбула, у меня достаточно слов каких-то конкретных. Поэтому есть, скажем так, сторона Стамбула, метафизическая сторона, которую можно только постичь, которую можно только услышать. Мы можем постигнуть дух этого города, только закрыв глаза, только проникнувшись этим городом. Действительно, это, наверное, эти слова, название этой выставки, наиболее красочным образом отражают ту душевную связь любого турка с этим прекрасным городом. Закрываем, но в то же время раскрываем свое сердце. Директор музея Ольга Свиблова поведала о наиболее примечательном экспонате – панорамном снимке города, выполненном Паскалем Сиба. Композиция собиралась из 10-12 хорошо подобранных друг другу кадров и требовала значительного мастерства. Первая панорама Стамбула была сделана в 1843 году. Я напоминаю, фотография появилась в 1839. То есть, вы понимаете, фотографии четыре года. И уже первая панорама – это панорама Стамбула. Посол Азербайджанской республики Палат Бельбюляглы подчеркнул, что начало нового этапа российско-турецких отношений не может не радовать Азербайджан. После периода определенного охлаждения, когда сейчас эти связи налаживаются заново, с новой точки зрения, я бы сказал, вот проведение такой выставки в центре Москвы и присутствие спикера господина Нарышкина на открытии этой выставки говорит о толерантности, об отношении, как всегда, России. Это говорит о том, что вот история, красота, фотография, искусство – это вне политики. Выставка будет работать в течение месяца. Продолжение следует...